Порфирий Корнеевич придумал дыхание, назвал его в духе жизни, который подзаряжает организм с одного дыхания. Оно несколько сложное. Значит, сначала объяснение. Вы должны встать, ножки у вас должны не так быть, носки, а как бы закруглены. Это способствует тому, что вы как бы закруглите, будем говорить, вот этот ток энергии. Так, если ступни стоят, она будет уходить сюда. Если вы закругли, она уже будет, как бы сказать, у вас, как вот руки перекрестили, и все, мы закрыли энергетические потоки. Так точно и ступни ставим, закрыли. Слегка присели, спинку здесь, можно сказать, так. Округлили. То есть, попу не надо вот так делать, а наоборот вот так вот. За счет этого мышцы промежности слегка сжимаются у нас. Очень важно понимать, что дыхание вообще, это энергетические потоки, которые, знаете, могут вот так вот войти и отсюда так же выйти. Поэтому надо создать донышко, в котором эта энергия будет наполняться. И эта донышко образуется за счет того, что мы слегка напрягаем мышцы промежности. Там раз так, оп. Хотя бы анус чуточек подняли вверх. Все. Мы уже сделали тут замочек. То есть, энергия тут будет. Вот, положение правильное. Значит, что мы дальше делаем? Мы поднимаем лицо кверху. Открываем слегка рот. А вдох делаем через нос. И получается вот такой вот интересный звук. Как энергия вот так вот заливается через нос. И она здесь скользит по шее. И как бы сказать, вот сюда она только раз. Как китайцы говорят, в дянь-тянь. То есть, энергетический центр она только раз заходит. Это очень интересное ощущение. Пока его не знаешь, не почувствовал, то об этом как-то трудно судить и смешно говорить. Итак, вот сейчас я попробую создать этот звук, чтобы вы его почувствовали. Значит, смотрите. Вот такой вот он идет. Звук какой-то шипящий, сребранный. И, значит, что мы еще делаем? Мысленно и руками обозначаем воронку. Чем больше вы ее обозначите, тем лучше. Обозначили воронку. И, подняв глаза к небу, открыв рот, вы через нос начинаете все это дело медленно, плавно затягивать, ощущая, как вот так вот она идет. Вот энергия вот сюда вот. И здесь только раз останавливается. Накопилось у вас. Далее надо закрыть рот, опустить голову. Сделать вот так вот во рту, как бы сказать, пополоскать, чтобы у вас собралась слюна. То есть энергию надо, которую вы сейчас взяли, осадить на какой-то носитель. И лучше всего замечено. Это является наша слюна. И вот таким вдавливающим движением ап! Проглотите ее, и вы почувствуете, как нечто упадет у вас сюда. И вам даже выдыхать нечего будет. То есть вы вот эту энергию взяли, запасли, и она у вас здесь. И сразу же у вас меняется настроение. Долго объяснять. Быстро делать. Итак, начиная правильное положение, выдох. сразу изменилось. Глаза, глаза, смотрите, глаза, как изменилась энергетика организма. То есть одного дыхания вполне хватает. сразу у вас будет радость. Радость это выражение того, у вас энергетический потенциал подпрыгнул. Запомните это. Возьмите вот это вот простое дыхание пострельниковой в моем исполнении интерпретации. Далее попробуйте освоить вот эти вдохи жизни по пофере корней чего. Ну, так их в течение дня делать разов пять. Это будет хорошо. Ну, и наконец-таки расскажу об осознанности дыхания. Вот мы с вами. Я все много уделяю теории. Рассказываю о простых вещах, которые имеют довольно-таки сложную объяснение, сложное понимание для того, чтобы все это правильно понимать. То есть, в первую очередь, мы с вами живем в пространстве, энергетический потенциал которого, даже ученые сказали, намного больше, чем энергетический потенциал у нас с вами. То есть, из вакуума, как говорят ученые, все образуется, все. И энергия, и материя, все оттуда, будем говорить, вылетает. Это такая субстанция, супер-уплотненная, уплотненная, в которой мы находимся. А мы, как бы лучше бы сказать, например, сравните это, знаете, с чем? Сравните это с водой, в которой имеется пузырек воздуха. Вот пузырек воздуха, это как раз, ну, будем говорить, живое существо, ну, например, человек. Поняли, да? Так вот, когда мы с вами просто дышим, мы, конечно, какой-то потенциал вот этой жизненной энергии через себя пропускаем, за счет этого мы живем. Но если осознанно действовать, а именно во время вдыхания представить, что вы не просто дышите, как вот естественно, а вдыхаете нечто животворящее, то у вас естественный результат будет совершенно другой. Поэтому открыли глаза, закрыли глаза, выдохнули и медленно делая вдох, представляем, что вместе с воздухом в нас вливается животворящая энергия. Ну вот, и пошло. хорошо. 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 То есть представление позволяет отбирать и запасать жизненной энергии намного больше, нежели мы так обычно используем. это очень интересное и важное наблюдение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok